В прошлой серии я пообещала показать еще несколько кадров о детях черного хвостика. Вот они, его милые детишки. Белые крылышки и черные крылышки. Очень похожи на своего отца в детстве. Как они мило общаются друг с дружкой. Их родители настолько были напуганы ярким светом, что больше не появлялись. Поэтому мы решили семью черного хвостика оставить в покое и удалились. Ведь мы и так успели узнать достаточно много. Гордость за черного хвостика переполняла нас. Тем временем у голубятни происходили непонятные события. В какой-то момент любовные заигрывания между Фанни и Энни прекратились, и Энни стал ее побаиваться. Однако за все время я не видела ни разу, чтобы Фанни клюнула его. Обычно ей достаточно было только посмотреть в его сторону или подойти к нему. И он от нее отскакивал. Так продолжалось уже несколько дней. Мне даже казалось, что Фанни направлялась к нему с ласками, но он почему-то убегал. Я недоумевала и всегда в таких случаях вспоминала черного хвостика. Ведь когда он подрался с отцом и угрыбал свою мать, ему было столько, сколько сейчас Энни. У Энни и черного хвостика абсолютно разные характеры. На месте Энни черный хвостик наверняка повел бы себя совсем по-другому и продемонстрировал бы Фанни свою силу. Но хорошо, что рядом с Фанни был не он. Я совсем не хотела, чтобы кто-то ее обижал. Ведь она такая мягкая и нежная голубичка. Несмотря на то, что Энни бегал от Фанни, он без нее не мог находиться ни минуты. Стоило ее вынести из сарая, он начинал нервничать, метаться, выглядывать в верную сетку. И только Фанни возвращалась назад, он тут же успокаивался и крутился неподалеку от Нью. В общем, вел себя, как маленький ребенок, который побаивается родителя, но в то же время не хочет его потерять из поля зрения. Но почему он все-таки побаивался Фанни? Может, потому что Фанни повзрослела и теперь ждала от него взрослых отношений, а он был еще не готов к ним. Не дождавшись от Энни ответного взрослого поведения, Фанни в один прекрасный момент, возможно, клюнула его. И этого было достаточно, чтобы Энни стал ее избегать. Таково мое предположение. Насколько оно верно, не знаю. Энничка, что происходит? Энничка, что происходит? Я еще хотела обратить ваше внимание на то, как по-разному летают наши герои. Энни летит всегда стремительно и по прямой, и, как правило, сразу достигает своей цели. У Фанни полет мягкий, и я бы сказала неуверенный. В полете она обычно зависает в какой-то точке, а потом плавно меняет траекторию. Если пытается до какой-то цели долететь по прямой, у нее часто не получается. В первое время она с большим трудом взлетала на дверь, делая много безуспешных попыток со столика и с полки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, во время очередной неудачной попытки, она случайно приземлилась на мешке, и уже оттуда, наконец, по кривой траектории добралась до двери. С этих пор она стала частенько таким способом залетать на дверь. Часто к птенцам в гости приходит Дима. Они подружились и вместе прекрасно проводят много времени. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...